Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, а что у нас тут? Тут у нас строитель лего всего Вот все запчасти А, это мы строим лего называется То есть мы решили построить мультик лего Ясно? Решила вам показать, похвастаться свой помидорчик Показать, похвастаться помидором Который вырос на моем, на моей грядочке Из зернышек, которые просто были из обычного помидора Я их просто прям с этой кислотой вытряхнула в землю У меня проросли проросточки Много-много Я их пересадила Рассадила, то есть И потом, ну отсюда нельзя видеть У меня там Стоят просто вот в горшках Я их в горшках посадила Не в землю, в горшках Там несколько кустов И вот один успел покраснеть Просто я все это сделала поздно И просто это было все в качестве эксперимента А оказалось, выросли помидорки Ну вот только одна успела покраснеть Остальные зеленые пока стоят Но пока еще солнышко выходит Еще не так холодно прям, чтобы заносить Еще им дам буквально недельку, чтобы Ну до морозов, чтобы не было холодно У нас сегодня, как я уже сказала Суббота, утро Очень приятная погода Уже, конечно, прохладно по-осеннему Уже не лето Это чувствуется Вот Солнышко есть Вон мои помидоры И перцы Которые перцы тоже дали Цветочков очень много Но перцев там Ну как бы они появляются Видите, вот цветочки есть Вот помидорочки мои здесь Но они не покраснели Вот Наше дерево, которое мы посадили Вот оно Стоит Ну вот Ну в общем, короче Нужно сегодня мне ехать Вот я Так, куда здесь направить? Вот сюда Вот я Все, сейчас я собираюсь ехать У меня сегодня встреча с оптиметристом Я два года назад делала проверку зрения Пришло время делать опять Потому что хочу поменять очки Как вы видите, тоже по блогу Можно видеть, сколько я в этих очках уже хожу Тоже уже два года И хочется, во-первых, очки поменять У них уже совсем не тот вид И проверить зрение Знать, что Что-то поменялось или нет И все И по дороге мне нужно сегодня заехать Будет в Долораму Купить кое-что И надо будет поехать в ЛСБО Купить Потому что к нам гости приезжают В понедельник на Сэнксгивинг И в общем, короче Очень много всего сегодня у меня в плане Так что Поехали Вот какая уже красивая У меня вот эта вот Начинает менять свой цвет Этот кустик Уже становится красным Он скоро весь покраснет Как вот этот вот кончик вокруг здесь краснет Скоро весь станет такой красный, красивый Из зеленого превратится в красный Прелесть Вот, ну в общем, на самом деле Вот мне нужно в Долораму зайти Или в Винерс Там же на Палазе есть ЛСБО ЛСБО, это вы знаете Там Магазин спиртных напитков К нам приходят гости на Сэнксгивинг У меня уже традиция Я всегда приглашаю на Сэнксгивинг себе Людей Вот И мы празднуем И ко мне в этот раз приходит Андрей с Оксаной Должны были еще прийти одна пара Но они не могут И мы будем праздновать Значит, давайте я вам немножко расскажу Так вот, мне надо купить пиво в этом ликер-стор Значит, потом я поеду в Оптик Оптика находится при Волмарте И мне проверят там зрение Потом мне нужно еще зайти в Волмарт Купить кое-что в Волмарте И то, что закрыть окно, да? Вот И все, я приеду домой потом Потом, возможно, даже я заеду в ТМТ Посмотрим, как я уже там по времени буду справляться А теперь давайте про Сэнксгивинг Сэнксгивинг Вообще здесь у нас в Канаде и в Америке Этот праздник, он носит одно и то же значение Ну, будем говорить так практически Но празднуется в разные времена В разное время В Канаде празднуется Сэнксгивинг Каждый второй понедельник октября Значит, в принципе, что собой вообще Являет этот праздник Многие ошибаются, думая, что в принципе Это религиозный праздник Это на самом деле Конечно, можно в нем и религиозные Найти основы Но основы к религии, в принципе По большому счету, не имеют никакого значения Какой это просто государственный праздник Это выходной день И празднуется то, что в принципе Это праздник иммигрантов По большому счету Потому что основой легло то, что Когда из Европы приезжали первые иммигранты На канадскую землю Они хотели, привозили с собой сюда свои Значит, там всякие там зерна И все, что они растили у себя на родине Увидели, что это не очень хорошо растет Вот И, в общем, они практически там уже начали Умирать с голоду Так Но Что происходит? Кто-то едет, не едет? Вот Но Там, в общем, конечно, есть предыстория Как они болели чумой Умирали и все такое Но вдруг К ним как-то пришел К одним из первых вот этих поселенцев Приехал, пришел Инуит, по-моему Да То есть Это First Nation Индейцы Индейцы То есть первые люди Заселившие Вообще, которые не заселившие Они все время Всю жизнь жили Всегда в Канаде И они пришли к этим людям И познакомились с ними И сказали Типа, добро пожаловать И мы видим Что вы кушаете Вообще, чем вы питаетесь И какая ваша жизнь вообще Они рассказали Что они привезли все с собой То, что привезли Оно не растет И, в общем, люди умирают Болеют И все такое И, в общем После знакомства С этими Индейцами Люди научились Они, индейцы Научили их выращивать Кукурузу И все такое Все, что, в принципе Они выращивали у себя Но лишь с маленькой разницей В том, что Земля другая И есть свои тонкости Проращивания Продуктов Да, будем говорить так Ну, вот, например Я вам скажу Что Для того, чтобы Хорошо прорастить Семена кукурузы Они порекомендовали И сказали Что нужно положить По-моему, там Рыбу В ту ямку В которую вы ложите Кукурузу Нужно еще и рыбу положить Типа И вот от этого Разложения От этого, типа Как удобрения Оно будет хорошо расти И это так сработало И все советы Которые давали Это все сработало Они начали выращивать Сами свой урожай Все то, что они выращивали У себя дома И, в общем Этот день считается Как день благодарения Вот этим Индейцам Которые помогли Им не умереть с голоду И вылечили их От болезней И в то же время Это праздник урожая Потому что люди Научились как бы На новой земле Выращивать Новые То есть свои продукты Но по своим системам Что принято на столе Чтобы было Ну скажем На праздничном столе Классическом Сэнгсгивен Естественно Это тарки Это индейка Потому что ее Как птица Которую тоже Они выращивали И разводили у себя дома Вот И Она была большая И вся семья Могла наесться Вот Потом Кукуруза Морковь Да То есть И все это Конечно В таком виде В котором вы решаете Что это будет Да Это может быть Просто в сыром виде Это может быть В вареном В каких-то блюдах Я буду готовить Кстати Перед тем Ко мне придут Я вам буду Все показывать Что я буду готовить У меня тоже В принципе Все эти составляющие Будут Пюре Картофельное Дальше Пюре тыквенное Или тыквенный Пирог Или Маффины Какие-то тыквенные То есть Что-то Что связано с тыквой Потому что Тыква Это тоже Было Одно Из таких Первых Как сказать Больших Таких Вот этих Вещей Которые Проросли На земле Так же Как и Кукуруза Потом Еще У них Потат Да Вот эта Сладкая Картошка С нее Тоже Просто Делают Потом Они любят Обязательно Подавать Стаффинг Это Начинка То есть Что мы Называем Ну Вот этот Фарш Которым Начиняют То есть Это Обычно Идет Рис С какими-то Добавками Например Рис С изюмом Или Рис С орехами Очень вкусно Или Рис С горохом Делают Рис С фасолью Вместе То есть Смешанный Ну Просто Какой-то Для индейки Но его подают Отдельно Его делают Отдельно Я хочу вам Назвать Такие Основные По-моему Что-то Какая-то Выпечка Я думаю Что это Все Я вам Назвала Основные То есть У меня Все это Будет Тоже На столе Плюс К этому Вообще Приветствуются Любые Абсолютно Овощи Фрукты Которые Будут На столе Вот Потому что Это Естественно Также Праздник Урожая Поэтому Все Что Растет На земле Урожай Это Все Что Растет На земле Приветствуется Абсолютно И на столах У людей Поэтому Вот Немножечко Вам о празднике Рассказала О том Что Как бы Принято Что Было На столе И о том Что Будет На столе У меня Вот А мы Почти Уже Приближаемся К Месту Назначения Вот Купим Пиво Ну Это Уже Чисто Моя Такая Вставочка Пиво Это Про Меня Это Я Сама Уже Решила Не обязательно Чтобы Оно Было На столе Но Так Как Мы Празднуем Радуемся Выпивка Всегда Приветствуется Выпивка Ну Так Легкие Напитки Будем Говорить Вот Так Что В этот День Принято Благодарить Праздновать Урожай И мы Благодарим Не только Наших Как сказать Предков Да А также Благодарим Всех Людей Которые Нам Вообще Помогли В этой Жизни В последнем Году Такой Вот День Благодарения Всех Благодарим Всех Благодарим За то Что они Есть За то Что они Нам Помогли Просто Всех Благодарим Мы Покупаем Для Сэнгс Гивинг Айдо Решила Деть Шапочку На Крисмас Итак Я наконец-то Сходила В магазин Вернулась Мне не удалось Вам Снять Все Что я Хотела Снять Потому Что У меня Мемори Оказывается Не было Уже Не было Моего Мемори Достаточно Уже В камере Поэтому Покажу Вам Кроме того Что я купила Все что Нужно Сделала Проверку Глаз И оказалось Что у меня Все без Изменений Хорошо Я Взяла Вот себе В подарок На Сэнгс Гивинг Такую Вот Можно сказать Что это Наверное Терка Только Лишь такая Терка Ты крутишь Вот так Вот здесь Вручную И вот На такие Разные Слайсы Она может Слайсить Вот такими Ровными Штучками Можно И яблочки И огурчики Морковочка Мне понравилось Что можно Так тереть Это типа Редиска Да Редиш написано Это редиска Капуста Вот такая Вот Установка Типа Такой А вот Она Вот так Вот еще Двигается Тут всякие Закреплялки Как-то Можно закреплять Тут наверное Вот это Закрепляется Типа Цукини Тоже Можно И вот так Куда оно Втирается Вот оно Здесь Прикрепляется Вытирается Куда Оно Где То Это надо Будет В деле Смотреть Здесь Вот это Видимо Ножи Все Там С другой Стороны Короче Вот такая Установочка Себе Классная Вот здесь Даже Стоят Липучки Чтобы Закрепить Чтобы Она Не Шевелилась В общем Вот такую Себе И так Сегодняшняя Суббота Продолжается И мы Едем И мы Направляемся Сейчас Просто погулять Потому что Великолепная Погода После всех Моих Магазинов Габи Проснулась И время На самом деле 4 часа 15 минут Да Габи Там парк Там парк Молодец И Мы едем В Ричмон Хилл Грин Парк Погуляем Мы там гуляли В прошлом году У меня даже По-моему Есть видео С этого парка Может и нету Но фотография В моем профиле Точно из этого парка Поэтому мы едем Ну вот Можете понаблюдать Если Камера передаст Да Все красивые цвета Которые сейчас Природы Как все красиво Сейчас Краснеет Бордовеет И желтеет Как красиво Вот такая Приятная погода И мы едем В этот парк Погуляем Побегаем Попрыгаем Потому что мы бы И на ферму поехали Может быть бы тыкву Купить Например Какую-нибудь Ну во-первых Тыкву у меня есть Но это так Просто для прикола Поехать Что-то купить Денежки потратить Что-то увидеть Себя показать На других Посмотреть Иду Уйди оттуда Пожалуйста Американские могут быть Продолжение следует... Американские개 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотела вам просто показать подготовки, которые я сделала в завтрашнем дне уже, чтобы завтра этим и заниматься. Ну, во-первых, я размораживаю тарки, терки, как ее многие говорят детки. Я уже дома заметила, что вот написано здесь, что my half parts missing, что какой-то части может и не быть, как в прошлом году, у меня руки от свеклы красные. Могут быть уже какие-то части, которых не хватает, но главное, что две ляжки большие я вижу есть, а там, может быть, крыла нету. Ну, возможно, это они не обещают, но если написали, скорее всего, в этой упаковке, значит, есть. Значит, и заготовочки, которые я сделала, вот вам покажу быстро. Я также морковочку накрутила на этой своей новой штучке, просто сделала с таким маринадом очень вкусным. Здесь свекла просто, которая в таком тоже маринадике, нарезанная просто на половинке, то есть я ее кружочками нарезала и на половинке. Это салат просто баклажан, отваренный баклажан, так как у меня, кстати, приходят вегетарианцы, я говорила, это просто порезанный на кубики приваренный баклажан и в него добавлен буквально один зубчик чеснока, потому что люблю много, но люди по-разному любят. И вегетарианский майонез. Вот у меня вегетарианский майонез. Вот, он как бы не содержит яйца. И также свекла с этим майонезом, просто натертая свекла на терке крупная и с майонезом. Завтра буду делать это кранберис. Вот кутичка. Здесь совсем чуть-чуть, сколько здесь грамм. Здесь даже, я думаю, нету полкилок, а может быть и есть. Паунд, наверное, один. А вот, 340 грамм. 340 грамм кранберис. Это клюква свежая. Свежая. Завтра она будет у меня в соусе просто с сахаром перетирается на блендере. И все, сейчас я еще только хумус сама перетру быстренько и иду спать. Так что это наши заготовочки на завтра. Завтра буду делать терки. Завтра еще у меня небольшой список, что я буду делать. А самый вкусный гвоздь программы в конце будет... Это я делаю пампкин спайс латте. Это вкусно будет. Тоже вам покажу. На своем молочке делается с пюре тыквенным, с приправками, которые для... Именно они, в принципе, может, пампкин пай спайсис. Вот такое. Очень вкусно здесь. Видите, смеси и джинджер есть. И, в общем, остренькая есть. И корица есть. Вот с этим все это варится. Там еще с ингредиентами добавляется кофе. В общем, увидите завтра. Все, я пошла пока что еще перекручу. Сделаю хумус и иду спать. Завтра много работы, гостей, веселья. Бай-бай. Глазки закрывай, баю-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова